Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен шведскому проекту Morco Grinding. Довольно-таки интересный, местами сыроватый и очень такой, даже я бы сказал, каноничный Black Metal проект. Так что устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаёк-кофеёк и мы начинаем. Сегодня будет очень черно и прекрасно. Но прежде чем начать, давайте, как всегда, опционально поставим лайк, долбанём в колокольчик, ссылочка на донат в описании. Напишите в комментарии, знакомы ли с этим проектом или нет, а также не забудьте подписаться на канал на Ютубе, потому что многие из вас слушают, но не подписаны. Не надо так делать. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, ставьте лайки на Яндекс.Музыке, Спотифай и везде, где вы слушаете этот выпуск, так как это способствует продвижению канала. Ну что, погнали! Морг Грайнинг Это шведская Black Metal группа, образованная в далёком 1993 году Готом Гаргоном и Драхом Кимерой. Группа закончила свою карьеру в 2005 году из-за отсутствия вдохновения, но высоединилась в 2016 году. В 1993 году Драх и Гот решили создать группу и играть в ней брутальный яростный Black. Но позднее стиль Морг Грайнинг стал более походить на симфоник Black Metal, а потом они вернулись обратно, ну короче, скакали туда-сюда. Первой записью группы стала однопесенная демка, включившая в себя сейчас уже легендарную тему When Moonshine is the only light. К сожалению, демка никогда не была зарелизена физическим носителем. В 1994 году записана двухпесенная демка, теперь Морг Грайнинг заинтересовались парни из No Fashion Records. Весной 1995 в Unsound Studios совместно с великим Дэмс Ванна группа записывает первый полуформатник Тусен Архаргат, получивший очень высокие оценки. Тусен Архаргат — это эпическое произведение из девяти частей повествующего о легенде Нидас, Элдон, Эрин и Кан. Альбом вскоре был назван одним из самых мощных и жестких Black Metal релизов за существование стиля. Следующий полуформатник Return of Fire ознаменовал собой некоторое ускорение саунда и еще большую жесткость, нежели на первом альбоме. Return of Fire содержал 11 треков отборного злого Black'а и ультраваленс Black Metal'а, версия композиции небезызвестного коллектива Slayer, который называется Necrophiliac. Альбом записан в ноябре 96-го в Sunlight Studios под окном Томаса Скокберга и Фреда Эстби. После релиза Return of Fire прошло несколько лет бездействия, но вот в начале 2000-го банда возвращается, причем со свежей кровью, в своих рядах к гитаристам Аватар. Его брутальный и техничный стиль игры еще больше усилил энергичность и скорость музыки группы. В конец 2000-го года Морг Грайнинг записывает третий альбом «Mailstorm House», продюсером которого выступает Питон. Этот, воистину, зверский и жестокий релиз стал самым успешным за всю историю банды. 11 треков его были в стиле «Tusson Erhardt» и все тот же брутальный, быстрый, мелодичный и симфонический black metal в перемешку с сырым классическим black metal. Это очень и очень сильный релиз. Собственно, в 2020-м году вышел альбом «Hinsidus Breda», и он тоже очень и очень замечательный, я бы сказал. Он мощный, он техничный, он яркий и запоминающийся. В общем-то, ребята не перестают удивлять, они на сегодняшний день продолжают существовать и записывать материал. По поводу концертов ничего не известно, но пока что они существуют, и это замечательно. Я надеюсь, что они порадуют еще своей музыкой, обязательно нас. И на сегодняшний день у них записано всего лишь 4 альбома. Но какие это 4 альбома? Они замечательные. 4 полноформатных альбома наполнены злостью, ненавистью, грубостью и симфонической воздушностью. По-моему, это замечательно. Что ж, а давайте-ка послушаем одну из композиций и продолжим, как обычно, интервью. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что ж, когда вы обуздали злость, давайте перейдем к интервью. Интервью Сморк Грайнинг. Чем вы занимались в течение последних 15 лет с тех пор, как ваша крайняя запись была опубликована в 2005 году? Привет! Я ждал лучшей возможности, чтобы продолжить, но также занимался другой музыкой и другими личными делами в жизни. А что вы можете рассказать нам о своем грядущем альбоме, который станет шестым у Морк Грайнинг? Что можно ожидать и кто сейчас в группе? Ну, шестым с учетом эпишек, наверное, вы имеете в виду, и всяких демок. Ну, собственно, ладно, альбом является творением тех же самых участников, меня и моего друга Гота, с которым мы вложились полностью в этот музыкальный альбом. Наша музыка возвращается к основанному на мелодии и прямолинейному стилю, как дебютный альбом Turin' Art Hot God, с адскими взрывными ударами, чередующимися с эпическими языческими ритмами и акустическими перерывами. На полный концертный состав драг-вокал-гитара, год-бас-бэк-вокал, аватар-гитара и айон-клавешные, и также CG-барабан. А когда вы планируете выпустить новый альбом от Season of Mist, и планируете ли вы провести еще несколько промо-концертов для продвижения альбома? Да, новый альбом действительно будет выпущен на Season of Mist, по-моему, это успех, мы подписали замечательный контракт, и надеюсь, он выйдет этой осенью. Мы запланировали тур в США в начале мая, затем Steelfest Open Air в Финляндии в середине мая. И, конечно, есть еще больше возможностей, которые мы сейчас рассматриваем и, вероятнее всего, реализуем. Группа стала своего рода культом, хотя в последние годы вы не были столь активны, как в начале, я в первую очередь имею в виду ваши первые три релиза, которые были действительно великолепны. Спасибо, но у нас, конечно, не было тогда никаких амбиций в создании чего-то, что позже будет классифицировано как культ. Мы создавали вещи только для себя и для того, во что верим, и никто не говорил нам, как мы должны это делать, и мы, конечно, будем работать таким же образом и в будущем. Но на самом деле вы участвуете в очень многих группах. Некоторые из этих групп были даже в стиле Power Metal, такие как Wyvern. Так получается, что вы дали жизнь многим другим проектам, и не обязательно, что я должен быть Black. Вау! Мужик, мало кто помнит Wyvern. Мы все были молоды, полны энергии и хотели сделать много вещей, но сейчас все эти проекты так или иначе перестали существовать. А не могли бы вы прокомментировать с вашей точки зрения все альбомы, которые выпустили для проекта More Grinding? И сколько слов о каждом альбоме, и было бы неплохо, если бы вы могли вспомнить какой-нибудь интересный момент также и во время записи. Записи. Ну, Tucson R. Hot God прямолинейный, мелодичный. Записан и сведен в течение всего пяти дней в Unisound. Мы были тогда очень неопытны в записи в студии, но зато хорошо подготовлены. Меня даже лихрадило, когда я записывал барабаны. Что касается лирики, это антихристианский концептуальный альбом. Return of Fire прямой и сырой. Записан в студии Sunlight. На этом альбоме мы пересняли много... Переняли много ранних влияния таких групп, как Creator и Napalm Death. Мы хотели... Ну, хотели показать средний палец всем, кто жаловался, что мы не были true на сцене. Смысл лирики — античеловечность и война. Также дань уважения Slayer и... Мелл Штормхаус — это уже жестокий и брутальный. Мы в нём как бы возвращаемся обратно к концепции мелодичного блэк-металла. Лирика об оккультизме, смерти и ужасе. Вы выпили тогда очень много алкоголя, но всё же сумели сделать один из наших самых удачных альбомов на сегодняшний день. Объем записан в Гликхалене, в Норвегии. Pieces of Primal Expressionism — эксперимент с контрастами. Этот альбом недооценён и был выпущен раньше своего времени. Чтобы понять этот альбом, нужно слушать его очень активно. Мы устали от блэк-метал-сцены и хотели сделать что-то совершенно другое, поэтому музыка и тексты немного другие. Мы записали это в студии The Gout, так что этот альбом имеет огромный регистр, если вы слушаете его громко. Впервые у нас был продюсер — это Дэниел Бергстрат и Орел Орнкло. Обычно я записываю барабаны в один или два дубля, но продюсеры уговорили меня и просили, чтобы я улучшил каждый дубль. Это было трудно, но я многому научился. Борг Грайнинг меня не было на этом альбоме, поэтому я не могу дать никаких личных комментариев по поводу записи и написания. Но я думаю, что у него есть пара замечательных песен, как, например, Ингет Динкан и The Sun, и кавер на At The Gates, Neverwhere. Neverwhere, кстати, одна из лучших кавер-версий, которую я когда-либо слышал. А с тех пор, как вы подписали контракт с Season of Mist, означает ли это, что скоро будут переиздания ваших предыдущих работ на CD и на лонгплеях, собственно? На виниле? Ну, я могу только надеяться на это, но думаю, Season of Mist, скорее всего, заинтересуется этим. Вы знаете, я хотел бы поблагодарить вас за вашу музыку. Я действительно с нетерпением жду нового альбома и, конечно, надеюсь увидеть вас где-нибудь вживую. Что ж, спасибо вам, спасибо за интервью, пусть и короткое, но дайте нам знать, если вы будете поблизости на любом из наших концертов, хорошо было бы выпить пиво и поговорить. Ребят, вот такое интервью, очень коротенькое, но, к сожалению, материала по этому коллективу очень мало. А жаль. Я считаю, что он во многом недоиценен. Ребята реально фигачат замечательный зажигательный Black и Symphonic мне особо нравится. Вы знаете, я слушаю Анорексии Нервоза, ещё там пару проектов таких, но особо не жалую, а тут прям, ну, мне всё нравится. Надеюсь, вам тоже зайдёт. Что ж, я очень также надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч, берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok